Как-то можем в интернете еще дополнительно себя продавать и зарабатывать на этом деньги? Можно, но сложно. Может быть, Александр, ваше видение, это какие-то очень большие деньги, да? Но нам, Сережа, может быть и небольших на первых порах хватит. Ты же не говоришь конкретно, там, Вася зарабатывает. Ну, в долларах пятизначная сумма каждый месяц получается из онлайн-продаж. Прелестно. Прелестно. Но вот каким образом строить свой бизнес в интернете, мне это непонятно. А ты это пробовал? Ни разу. Еще нет? Нет, не пробовал никогда. Чтобы зарабатывать в интернете, надо работать только там. А хотите, я вам сейчас докажу обратное? Сейчас мы работаем с такими крупными ресурсами, как Амазон, Эбэй и много мультибрендовых онлайн-магазинов. Если бы не было продаж через интернет, не надо было бы пришивать и подкалывать. Человек может начинать бизнес в интернете даже самому без команды. Это может быть сейчас сложно представить. Лет пять назад это было реально тяжело и нужно было делать какие-то сложные вещи с компьютером, там, писать код своим руками. Сегодня сами же бизнесы создали сервисы, через которые ты можешь это делать. Для меня кайф. Я получаю удовольствие ходить по магазинам. Я люблю шоппинг. Я никогда не покупаю через интернет и не буду покупать. Вся даже рекламная наша компания, она переходит куда? Вот сюда. Потому что все потребители, они здесь. Ну, я уже более десяти лет нахожусь в социальных сетях. И мне очень часто поступают предложения «Бизнес через интернет». Это очень важный момент. Если человек успешный, имеет бизнес в интернете, зачем ему со мной делиться, как заработать? Ирочка, бот – это обманщик. Вот это то, что я поняла, как девочка с белыми волосами. Ева, ты занимаешься очень нужным делом. Сейчас ты правильно открываешь глаза людям, которые многого не знают. Ведь нас обманывают в интернете чаще всего. Вы понимаете, я собрала вас для того, чтобы мы рассказали, я помогла Сереже заработать дополнительные деньги с помощью интернет. А вы говорите, что у нас там обманут. Так что мы собирались, собственно? Сегодня в Инстаграме продается практически все, что касается мелких товаров. Не нужен ни сайт, ничего. Взяли на скид, закинули, написали «Скидка, осталось пять пар, телефон, мой вайбер, ватсап, звоните, все». Вот скажите, если у нас на сегодняшний день с Сережей товара нету, вот, так я же и говорю, вот, Олесь, ты же заработал так много денег, скажи, пожалуйста, у тебя нет товара, как ты это сделал? Я могу рекомендовать, наверное, с нуля, на те годы видеоблогера, придумай с ним прикольный сценарий или сюжет. А мы хотим вот сейчас и сразу. И сразу. Нет, нет, мы хотим сразу заработать. И есть у нас носки и чуть-чуть налички. На самом деле. Тебя, Олесь, я знаю, я тебя вижу в интернете, я могу тебе довериться, потому что тебя лайкают мои друзья. Люди бизнеса не понимают, как вывести себя в онлайн. Мы это сделали на своем бизнесе, а теперь мы просто помогаем другим это делать, в том числе. Я говорю, конкретно за украинский рынок. Можно на пальцах считать серьезные нормальные компании, которые могут предоставить хорошую услугу маркетинга и настройки рекламы в интернете. Большинство из них дилетанты, они это не умеют делать нормально. Они смотрят наши видео в Ютубе, они копируют мой сайт, например, и они продают свои услуги. Хотя, я смотрю, человек вчера вылупился реально, и он не понимает в принципе, что он продает. То есть нужно реально разобраться.